С прошлого года активную деятельность развернула инициативная группа, видная за раздельный сбор мусора. Лекции, семинары, экологические игры, а также субботники и акции по сортировке отходов. В связи с введением федерального закона об утилизации, который в частности включает в себя и раздельный сбор мусора, работа эта необходима и в первую очередь направлена она на детскую аудиторию. Чтобы они жили уже на автомате, понимая, что мусор нельзя выкидывать, что мусор это вторичное селье. И что если мы выкидываем мусор и этот мусор попадает на асфалку, то нам тогда необходимо добывать ресурсы из недров нашей земли. А это намного дорогостоящие ресурсы, чем нежели получить из вторичного сырья ту же самую упаковку или другие предметы. Одна из последних встреч, которую провели участники инициативной группы, прошла в Центральной библиотеке и говорили на ней о муклатуре. Ведь ее переработать проще всего и сделать это можно до 10 раз. Прежде чем она потеряет свои потребительские свойства, ребята разглядели бумагу в микроскоп и получили массу впечатлений. Мне очень понравилось, как делают бумагу, мне очень было интересно. Увидел структуру. Тоже понравилось? Тоже понравилось. И если молодежь из детства можно приучить сорфировать отходы, то со взрослыми ситуация обстоит сложнее. Чтобы узнать, как старшее поколение видновчан относится к раздельному сбору мусора, мы вышли на улицы города. Как вы относитесь к раздельному сбору мусора? Положительно. А почему вы считаете это хорошо? Ну, чтобы все... Ну, в общем, если что-то не перерабатывается, чтобы шло на переработку. Что само к ней отправляли, что само к ней. Сами вы бы разделяли бы мусор, если была бы возможна? Да. Данный опыт применяется широко в Германии, например, в всех странах Евросоюза. И давно пора уже принять его у нас. Раздельный сбор мусора, я так понимаю, он влияет, конечно, на экологию. Потому что что-то можно переработать, что-то можно уничтожить, что-то можно во что-то превратить потом. Ну, например, пластик в бутылке перерабатывать в нечто более полезное, заново из них сделать что-то. Просто это зависит от людей, опять-таки, насколько люди хотят этим сами заниматься. У нас многие люди даже в урну не могут мусор выбросить. А уж раздельно для них это, наверное, вообще будет что-то нереальное. Ну, это более правильно, как разделять отходы. Они скидывают все в одну кучу. Ну, и так, утилизировать легче. А разве это дело, когда все в одну кучу смешивается? И вот тогда можно переработать будет. А сами вы бы этим пользовались, если была бы возможность? Да. Очень надо это сделать. Хотя бы вот эти пластмассовые бутылки бы отдельно собирать. А остальное, ладно, все в одну. Ну, тяжеловато в наших маленьких кухнях. У меня там одно ведро стоит, а больше некуда поставить. Ну, а пока условий, чтобы сортировать мусор, нет. Но желание сделать нашу землю чище непреодолимое. Сдавать твердые бытовые отходы, такие как пластиковые бутылки, жестяные банки или полиэтиленовые пакеты, можно каждую первую и третью субботу месяца в видном у взрослополиклиники и в горках ленинских у досугового центра юность. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.